Та тема, как сказал Ольга Морозова, ну мы знаем, какую тему ты будешь выступать, да? Да, знаем, БАКВАШ, не, да, не, БАКВАС, так говорите какие-то там, да? Значит, выбор БАКВАШ, такое интригующее название, выбор БАШ, что-то будем сейчас выбирать. Но, когда я подумал про БАКВАШ, председание БАКВАСТА, еще одно и то же, мы говорим, надоели всем блогеры, как и я, говорят, все, я по-производам, всегда БАКВАСТЯ, 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 с вами он говорит. Но, выбор БАКВАСТА, в первую очередь меня вот ровнует, как выбор БАКВАСТА ПЧЕВОВОД. Потому что проблема, люди промахиваются. Кому-то нельзя с БАКВАСТА работать, кому-то, может быть, и можно, но не у тех условий, так, и к этому надо относиться очень ответственно. Ну, а второе, или нет, выбор БАКВАСТА, так как пленный материал, можно успеем пробежаться, браться, что-то там есть, как и бывает, да? Сергей, у тебя это не получится, пожалуйста. По времени? У тебя не получится. Выбор, материал, например, выбор? У тебя не получится, ну сразу скажем так. Не, не, правда, 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 не получится, не получится! Я хочу знать, что момент Сергея на самом деле, тот человек, который БАКВАСТА, на самом деле болен. Учпешная работа с БАКВАСТА, зиждется по моему мнению, что-то продумывал, так анализировал, на трех столбах, на трех элементах. И каждый пчеловод, решивший связаться с БАКВАСТА, должен себе в этом отдавать обчет. Значит, первое, психологический портрет самого пчеловода. Кто вы? Вот нужен вам БАКВАСТ или нет? Видим Мишу, видим Александра Сатаркевича, знаем, да? Ну, типичный портрет буквастика. То есть, полный вперед, высокий гормональный фон, полный сил, максималист, энтузиаст, индивидуалист. Вот это вот психологический портрет буквастика. Он профессионален, стремится работать не с гнездом, а с магазинами. Может взять мед, стремится этот куш срывать. Но, в то же время, это не пчеловод Янки, такой промышленный, североамериканский. Это, скорее всего, европейский пчеловод, который еще смотрит пчелу. Что это пчела, а не просто машина для буромеда. А это видео наше прекрасное, красивое кино, буквастское. Но, к сожалению, вот без звука, многие осмотрели, в ютубе могут посмотреть. Это видео нашим главным пчеловодам Павла Карталика, так снимают пачеку. Добрый плотник на ютубе, можете посмотреть наш улучшаемый марнаха. Добрый плотник, красивое видео, прямо Animal Planet отдыхает. Если со мной посмотреть. Ладно, без звука не будем больше крутить. Примерно представили себе портрет пчеловодских пакфашников. Так. Ну, вот я смотрел видео, например, на горняка. Но вы многие осмотрели, промышленную пачку в Украине на горняка. Это именно горнюк, буквастский. На горнюк надо, чтобы семьи украинской степной поделировали лето. Эти две половинки успели урывать подсолнух и спокойно перезимовали. Работают наемники, а вот пакфашник будет брать с самого начала сезона все взятки, сам смотреть пчелу. Полный это не наемник, с полной ответственностью он тащится к своему материалу, к своей пчеле. Он будет готовить ее и сможет отнестись к петле материала. Ну, поэтому я говорю, что ни в всех дах, ни во всех листах применим пакфаст. Вот основная цель этой части моего выступления, так. Объединяет заводчиков бакфаста с теми людьми, которые карнику любят, которые содержат параллельно и карнику, и бакфаста, ревнуют иногда к бакфасту. Вот так объединяет бакфастчиков вот эту вот мощь. Даже те, кто вверхами говорит, что он приятно работает, издаешь мощь, семья, расплод, пчела. Так это, конечно, подкупает. И говорит про человеческую непотребцию, пчела работают с размахом. Пакфастчики. Обычно. Это, конечно, не абсолютное утверждение. Потому что есть успешно работающие в адвокатском дедушке. В каких-то даже малоформатных курьях. Или в обычных, там, шестоцерамочных курьях, да? Ну, тоже нравится мощь, там, шестоцерам. Тоже нравится объемы участков, которые они берут, да? Либо есть с размахом люди, работающие на карнике успешно. И больше вынимающие их с карники, или с другой породы, да? Ну, перейдем к второй моменту тут. Коснуться технологии, значит, второй момент бакфастчика это Технология содержания медосборного условия. В основе человеческого содержания бакфаста, как и вообще, наверное, пчел, но бакфаста чуть больше не лежит какой-то пчеловодный рим. То есть наличие рабочих ресурсов в виде пчелы и расплода на момент взяток. Если это короткий взяток, значит, рабочая пчела должна быть. Если это чуть-чуть продолжительный взяток, значит, масса пчелы рабочих и расплода резервы. Спасибо Фадееву Денису. Вот недавно читал книгу по чинопольскому языке, господа, как пасечно, да? Про брат, про дама хозяйства. Теперь уже на русском языке удобно. Вот брат Адам. Он подгонял развитие бакфаста, но не обязательно, как мы говорим, не лезть, не дергать, не дай бог не делить, а до меда не доберем. Нет. У него нормальный медосбор был в чередине лета, которому он подгонял развитие щели. Полные щели, щели были у него примерно наклеены. А потом хорошие щели должны были взять во второй половине августа очень ценные и интересные для него верески. Вот это он и преследовал и бакфастов, друзья, свой, под это и технологию устраивал. В то же время уже бакфаст шагнули в руку западную в 70-х годах и сразу потребовалось работать на рабще и на акации. И очень быстро пластичную пчелу перевели к такой возможности, чтобы она работала. Ол Юнгис пишет уже, что желательно длительный, безобретный период, максимально длительный, так, но к взятку с рабса, а он на Германии, в Чембуре и Бельгии в апреле месяце цветет, к взятку с рабса, семья должна быть полной щели. Вот и для нас такие нити существуют. Мы уже не можем на туалетке семь юнг, там с дулета, можем брать первые взятки, может быть, после июля их не будет, или после середины июля. В своем присядке на одном тачке у нас так и получается. Если мы стараемся не бескравливать, не дергать семья, то вот на одном тачке, зная, что первые половины только поддерживающие взятки, мы спокойно на дуванчике оставляем 8 расходных рамок. Одну-две отнимаем, еще трое еще, оставляем дальше ваш чину к этим нашим рамкам. Далее ставим магазины, и вот этих 8 расплодных рамок во второй половине июня становятся той пчелой, которая занимает магазин. И к тому времени уже новый расплод, отстроенное гнездо, обновленное, частично так, на треть, и с молодой пчелой уже, там внизу, в мездовой части под решетку. Но нету там рапса, нету там, даже с моим инкрушей труднее. Значит, мы подводим где-то до цветения липы. Разве у тебя баксов? А дальше да, не мешает. А на других точках мы стараемся не беспокоить, что машина с самой весны, максимально стараемся, чтобы она была в полной щели, и работать там дальше на медозволе. С минимальными рамками вот туда. Далее. Для баксов, так, человек должен сейчас отрывать отчет. Очень важен пасторный лей. В идеале 10-12 рамок на 300 мм высотой, да? Да, да, да. И на ставке под мед. Это уже как, где, когда у нас в этом году два-три магазина в Кроме стояло. И то, они вообще полные были. Этот же материал, такие самые щетки наших маток, на черноземнем хорошем. Там было 8-9, там 11 в магазинах, там еще не хватало. И даже после травмы срабатывали так пчеты. Это зависит от потребностей конкретных регионов, да? И Адам утверждал, он, кстати, испытывал другие варианты улей. Меньше улей, меньше растворная часть не позволяет баксу стерилизовать свою сильную сторону. Все, это проблема становится. Мы, может, туда не заметим, не проводим исследования, но Адам проводил, и это показывает, опять же, об этом нам сообщили. Медосборные условия, предпочтительно хорошие для баксу. Потому что, если у сжаток заведомо слабый, прерывистый, то баксус тут уже не превзойдет. Например, самую кармику, ну, не знаю там про кокузянку, но кармика состриняла, можно на ней судить. Ну, никак не превзойдет вот таких кокузян. И чем лучше это сборное условие, тем выгоднее содержать баксус будет. Зимовка. 5 безоблётных месяцев удерживает спокойно. Бакс, так? Хорошо проходит. Для шести месяцев безоблётных, это уже надо постараться подготовить адекватно семьи, условия зимовки соблюсти, и можно даже внимание на плен материал конкретной характеристики линии обратить. Третье. Третий элемент, успешное сотрудничество с баксусом у пчеловода, это дружба с племенным делом. Выбор, сам выбор, примерно много материалов. Ну, вообще пчеловода уже, наверное, доходит до этого. Ну, к фашечке это тем более. Там сложнее немножко разбираться с племенным материалом. Кармик, она... Для нас кармик, как одна из линий баксиста, так и так далее. Или одна из линий пчелы. Баксиста таких вариаций будет чуть побольше. Тут уже говорится, что всё это баксус. Значит, баксусу плюс-минус сто лет где-то. Это примерно совсем немного. Тридцать пищах селекционных поколений. Так? Ну, если считать два-три года на проверку. В юроте баксус. Лет тридцать селекционных поколений. Ну, это примерно двадцать поколений селекционных. Это совсем не лог. Ну, знание длинкарника, не такая уж... Конечно, погода древняя, естественная. Но селекционная работа, точнее, к чему ведётся конкретно после войны. Ну, тот же самый возраст селекционной работой с баксистом. Невольно ставь длинкарник и баксист. Отвольно или невольно? Так? Дальше. Поскорее, естественно. Откуда и какой? И куда берём? Так? Теперь селекционный 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 обвакист в странах Бенилюкса. Обвакист в Афаске, оно уже выгодно показывает, как они хотят уязвить, в Афаске, что здесь у вас баксист, у вас родины не осталось, нету из такого баксиста, да? Сейчас она в Западной Европе, в странах Бенилюкса, Дании, Германии, селекционная селекция, знают ее родословно, их заботчику, пользователи, так? Ну, коротенько дальше, так? Датский материал. Чаще представлен у нас CD и КБ . Прошу прощения, но не буду говорить, с чем мы сталкивались на собственном области. Потому что у кого-то может быть чуть-чуть другой опыт уже. Замечания могут быть ко мне. Но мы сталкивались, говорю от себя, от того, что мы не делали тело с материалом. Неплох, почему? Так? Один из лучших в этой характеристике. Может быть построже характером. Но сначала чувствуются селекции. Паргодисты, я не знаю, на самом деле. Чудо уверен. Люксенбургский. Конечно же, это селекции пола Юныса. Первый материал. Так? Совместно с Жюзудом, подкатывается, вот там, на тачке Жюзуда. Но в основе лежит работа пола Юныса. Он у нас, если коротенько, то он обычно многомучный. Чаще миролюбивый. Старт пораньше имеет. Ну, здание и по широте. Тысяча человек, больше километров. Это вообще невозможно. Конечно, это будет сказано. Старт пораньше немножко. Продуктивный. В Германии много баксов там. Так? Распределяю Германию, особенно, селекция Томаса Руполя. Вы его знаете. Тем более, что он держит такой ключевой пункт спаривания, а спаривание, как Барнин. Так? Что-то в креоконтроле находится. И он использует и маркеринт интенсивно в своей селекции. Два слова. Так любят все характеристики баксов. Только прошу вас на больное место. Не блуждайте вы. Вот Соловьев сказал там. Дальше по характеристику. А-а-а. Значит, всё. Значит, это так абсолютно, так обязательно. Нет. Это всё плавающее понятие. Как ориентины только для нас. Вот эти вот оценки наши. Значит, немецкий баксов, особенно, ну, перед упрежденной лекцией. Какие? Готовичи летчики. Ну, такой довольно брутальный материал. Серьёзный по работе, по характеру. Здоровый, надёжный. Желтеет цветом, чем датские лючинские чашки. Хотя и там есть тоже. Вы знаете, если где-то больше. Это не так. Там на фитнесе Паша говорит, что не обязательно цветность отрицает цветность. пчели. Ставит углом в воду. Египет. Так. Мы в своём хозяйстве ещё делаем первые шаги. Вот эти шаги. Вот эти шаги. И в своём стиле. Своих предпочтений. Особых ещё не вырубились. Но, как говорят, собаки похожи на своего хозяина. И вообще на пчеловода пчёва становятся. Похоже. Обязательно и мы придём к какому-то своему. Скорее всего это что-то будет сбалансировано. Вот так и тянет к более сбалансированному материалу. Очень сложно на себя какой-то жемующий делать. Так. Для более северных регионов. Да и незачем. Потому что медосборные условия, гематические условия. Насилие среднерусское ничто не передаёт. Или это очень долго и сложно. Потому что там он отличился. Но я считал, что в те моменты надо будет учитывать. Ну, чаще же заказчики всё-таки выбирают 20 грамм. Вот это они понимают. То, что я хотел сказать. И человеческий портрет свой. И технологию медосборной условия. И выбор племматериала. Какой им очень нужен чаще. Они это понимают. Но бывают и трудные моменты. Так, смешного здесь много, да. Вот хочу вот эту линию в папах, а это в ванку. Если у нас прочитали характеристики. Сною там написал. Значит, он думает, что характеристики сейчас раз нужно. И вот такой вот идеал, как ему там надо получить. Получится. Да? Ну так-то не поможет. Может, вылезть совсем другая характеристика. Два зимующих материала. Эффект, говорит, ручится между ними. Межлинейный. Раз, у них ранний старт ускакивает. А Сною делал там 20 вариантов, чтобы из них один-два действительно зимующий остались. Далее что? Ну и поплакаться можно тоже, да. Что селекция штука убыточная. Селекция. Брат Адам и боксастер в своем 70 лет работает. За его плечами стояла братья, монастырь. Любые неудачи мы приходили преодолевать не так, как Миша, например, да. А уже подпорка у него была покрепче. А это практически НИИ. В чем сейчас идет работа НИИ? Прекрасно блестящим руководителем. Вот вам и получил сейчас в мире такой эффект. Единственная искусственно выясненная порода пчела Бартас. Томас Рупель и Болгиум из два столпа современной селекции. Ну вот это не промышленники, не какие-то там богатые пчеловоды. Это просто люди, любящие свое дело. Но они по сумме счастливы. Они реализовались. Они признанные тем, что хотели все делать. На энтузиазме держится это в основном. И, грубо говоря, даже при всех удачных раскладах Наш объем приезжать помог больше убежали чемпионов. По этим ценам сегодняшним. Конечно, мы не думаем, заработали больше. Но уже, по крайней мере, спина болит. И самое главное, что ты заражен. Ты болеешь. Уже вот этим ты заражен творчеством. Тебе хочется слепить пчелу под себя. И от этого уже невозможно отказаться. Тем более, люди тебя любят, уважают твой труд. Это тоже человек амбициозный. Что ты слепил, не отнять. Вот такие штуки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok